Всем привет! Сегодня у нас будет история от анонима. Я зачитаю письмо подписчице, она ждет моего какого-то комментария, ответа, вашего в том числе. И если вам нравятся подобные видео, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте, шарьте видео в соцсетях. А мы с вами приступаем. Я давно подписана на вас, очень нравятся ваши разборы анонимных историй. Обращаюсь к вам, потому что нахожусь в тупиковой ситуации. Я хочу услышать от вас ваш взгляд со стороны на мою ситуацию, чтобы вы высказали, услышав подобную историю, чтобы вы сказали по этому поводу. Ценю вас за то, что можете прямолинейно и конструктивно дать разбор. Помогаете решительно и категорично принять какое-либо решение. Это то, что мне сейчас и нужно. Иногда резкая критика очень помогает сделать правильный выбор. Галина, я уважаю вас и при любом вашем решении я вам благодарна. Спасибо большое. Давайте приступать к истории. В чем заключается моя тупиковая ситуация? Мне 20 лет, моему молодому человеку 25. Я живу с родителями, учусь в институте. Он уже отучился и начал работать. Жить начал самостоятельно. Для себя он снимает квартиру, зарабатывает средние деньги, небольшие и маленькие, в среднем на жизнь хватает. Наши отношения длились 2,5 года. За это время он сделал мне предложение, познакомил с родителями и наши родители друг с другом познакомились. Наши родители и семьи приняли выбор друг друга. Мы думали также о совместном будущем и поэтому стало больше, я более внимательно приглядываться к его качествам, к его поведению, к тому, какой он человек. Я не могу не отметить, что он заботливый, внимательный, но абсолютно нет никакой эмпатии. Нет качества сочувствия, переживания. Помимо этого проскальзывает, ну явно, признаки нарцисса. Также нет уважения к своим родителям. Другими словами, он может с легкостью заблокировать свою маму в телефоне, потому что он на нее, видите ли, обиделся. В его семье принято принимать любовь через деньги. То есть, папа дает деньги маме на ее нужды, это значит, с его стороны, я тебя люблю. Я стала это отслеживать и заметила, что это качество также принял на себя и мой молодой человек. Если есть деньги, равно он успешный и на коне. А когда денег нет, он в унынии ждет бесконечной поддержки и от меня, и от эмоционального восхищения, поднятия самооценки, типичный нарцисс, что в него я верю, горжусь им, какой он бы исход не был. Бывают моменты, когда у меня происходят у самой эмоциональные выгорания. Я могу иногда замкнуться, помолчать, но он, в свою очередь, воспринимает это как некое предательство. Если я в такие моменты остаюсь дома и, видите ли, не поддерживаю его, это тоже предательство с его стороны. Я как-то уехала с родителями на море, это тоже предательство, а я эмоционально выгораю из-за этого. Он постоянно тянет с меня вот эти эмоции и поддержку. Я разговаривала, пробовала ему что-то объяснить, но в итоге от пятницы до субботы одно и то же, все каждый раз по кругу. И, честно скажу, я от этого очень сильно уставала, и в итоге я ушла. Четыре месяца мы молчали. Он погрузился в работу, я в свою учебу, но месяц назад он позвонил, чтобы похвастаться своей новой должностью, что у него все получается. Я прослушала, сказала, что рада за него и поздравила. Думала, что ну как бы на этом конец, но весь трэш в том, что думать-то я не перестала о нем. И он встретил меня после института как-то, предложил нам снова возобновить наши отношения, но теперь он диктует условия. Нам нужно съехаться, он будет меня обеспечивать, типа учеба и медицина только. Жить на его территории нам нужно. Вопрос о свадьбе для него не проблема, он был бы рад, если бы я согласилась, но меня смущает мое психологическое состояние рядом с ним. Какая вы молодец, что вы себя слушаете. Продолжайте делать то же самое. Я чувствую себя рядом с ним не как девушка, а как мама. Причина этому он навязывает на меня какие-то обязанности. Это не исходит как мое желание. Если говорить честно и откровенно, я не хочу уходить от него, потому что оправдываю и сглаживаю всякие углы, отпустить не могу. А с другой стороны я также думаю, честно скажу, я не вижу с ним точек соприкосновения. Мое милосердие, сострадание и жалость возвращают меня в прошлое и не дает мне уйти. А с другой стороны получается, сам не ам и другим не дам. Что со мной не так? Я просто запуталась. Галина, прошу прощения, что так много написала, просто, скорее всего, это был какой-то крик души. Поэтому так много, как вы думаете, вопрос. Любовь живет три года? Этап притирки и познания друг друга мы прошли. Но тогда почему меня это все не отпускает? Почему до сих пор хочется быть рядом с ним? Он давит, загоняет меня в угол, мне кажется, многоточие. Совершенно верно, потому что он нарцисс. Спасибо большое, жду ответа. Вы многое все понимаете. Почему у вас есть сомнения? Я об этом очень много раз рассказывала. Даже в моем видео, как я встречалась, общалась с нарциссом, была в отношениях. Фактически, в моем том видео, если хотите, вернитесь, посмотрите, вы немножко другими словами, но по ощущениям я прожила то же самое, что и вы. Я была в отношениях с нарциссом, не подозревая этого. То есть, точнее, я не задумывалась. И когда стал вопрос свадьбы, съезжать вместе вот этого всего, все они друг друга приняли, все, короче, нормально было. Я бы даже сказала, для многих это было идеально. Скажу вам так, у меня были такие же смятения. Вроде бы все хорошо, но внутри сидел какой-то червячок сомнения, что мне некомфортно. У меня были конкретные примеры в его действиях, партнера моего, что вот здесь мне не нравится, вот здесь не так, вот это вот не то. Но при этом в комптиксе все неплохо. Он говорит те вещи, которые я хочу слышать. Он обещает то, что и, в принципе, и делает то, что может, но выше своей головы не прыгает, больше чего-то не обещает. Абсолютно все то же самое. И тогда в моей голове я просто пример про себя расскажу, перескажу это видео, а вы сделаете вывод для себя. А я потом психологически сейчас объясню, что у вас происходит в ваших отношениях. У меня стал такой же вопрос. Шагать на каких-то условиях в брак, в этот серьезный момент, поступок этот делать, этот выбор, для меня это очень серьезно было. Я считала, что если раз выходишь замуж, то это, короче, навсегда. Я поняла, что задала себе, честно, откровенно вопрос, если я выйду замуж за этого человека, то разведусь я с ним потом или нет? У меня был четкий внутри моей голове, меня просто вот тогда молнией пронзило и осенило. Ответ был, да, я, наверное, протяну три года вот на этих компромиссах. Дальше, зная свой характер, он меня сломить просто, нарцисс не мог. И он меня постоянно покачал, продавливал, а сломить никак не мог. Я всегда сопротивляла, на последней точке, но я всегда его отталкивала, давала себе вот это личное пространство. Не получалось меня переломить, потому что у меня сама оценка была не низкая, чтобы на ней проезжаться можно было. Я тогда почувствовала, что, черт побери, нет, я останусь все равно при своих взглядах, при своих желаниях. И зачем тратить три года, развод, если я там рожу ребенка, вот это безособщим уплодить, и вообще с чем этим фигней всякой заниматься, можно сразу в это не вступать. Если у меня есть сомнения, я себе дала право сомневаться, я себе дала право услышать свое истинное желание. И я задала себе после этого, разведусь я или нет, ответ был да, скорее всего разведусь, года три максимума, если я даю срок, и я такая думаю, так, а тогда зачем мне замуж выходить? А хочу ли я замуж? И ответ был нет. Мне хотелось мероприятие белого платья, одобрение родственников, знакомых, подруг социального статуса. Но именно этого человека, как спутника жизни навсегда и доверия, там все, что с этого идет про здоровые отношения, я поняла, что это не про это. И ради праздника статуса ощущения особенного, я подумала, блин, нафига в этом лазить? Потом просто, простите, дерьмо разгребать придется гораздо больше. Я отказалась. Вот если вы меня спросите, жалею ли я об этом поступке, ни разу в жизни я об этом не пожалела. Я рада тому, что я это сделала. Я вас ни к чему не подталкиваю. Я вам рассказала о своем примере, о своих мыслях в точно такой же ситуации. И почему я не жалею? Потому что я точно знаю, мне бы в этих отношениях было не очень хорошо. Я бы, скорее всего, развелась со временем, может, какое-то время потянуло что-то как-то. Если бы у меня был этот опыт, и я потратила время на это, я бы не встретила тогда своего мужа. У меня бы не было шанса на здоровые отношения, потому что у меня с мужем здоровые отношения. И у меня бы не было дочки, которую я люблю. Понимаете? Или всего, что вот где я сейчас вещаю вам на ютубе, что-то рассказываю, кем я являюсь сейчас, это бы ничего вообще не было. Если бы я тогда сделала тот выбор. Я бы была другим человеком, другой личностью. Соответственно, я не жалею ни разу о принятом решении. Скажу сразу, меня в этом решении никто не поддержал практически. Точнее, меня поддержала моя лучшая подруга. Точнее, она это приняла и сказала, да, и окей. Не первый, не последний какой-нибудь найдешь. Если тебе не нравится, то она поддержала мое желание. Ты имеешь право не хотеть этого, правильно? Делай то, что ты хочешь. Но близкие, родственники, они меня вообще не поняли в тот момент. Типа, что жиру бесишься? У тебя все в порядке, такие перспективы. Такой классный память. Все замечательно. Что-то ерундой какой-то занимаешься. И они меня поняли со временем. Через какое-то прошествие время они поняли, что это вообще за ситуация была. И меня тоже поддержали. Но изначально, первый раз, когда я приняла это решение, поддержки вообще было мало. Я вас к этому готовлю, если вы это решите. Ваши родители, может быть, или ваши близкие, или друзья не поймут. Ваша задача сфокусироваться на своем желании, чего я хочу. Как я вижу картину своего будущего мира, какие мои желания. И делать так, как вам хочется. Всегда счастливый человек тот, кто живет по своим желаниям, а не мучается и страдает, и делает то, что он не хочет. Сопротивление, вражда, война, когнитивные диссонансы, кризис потом может быть. Вам вообще это нафига вот это все влазить? Если можно, все решить гораздо проще, изначально в это не заходя. Конкретно ваша ситуация, я расскажу психологические механизмы, что у вас напрягает. Я скажу, как есть. Молодой человек ваш не учитывает ваши желания. Вот так. Все очень просто. И сейчас вот это ваше схождение обратно, восстанавливание отношений, потому что он выдвигает свои правила какие-то, да, условия. Вот оно. И в этих условиях, смотрите, нет вашего желания. Все, как хочет он. И вам это прямой леет мотив вашей совместной жизни. Дорогая, будет так, как я хочу. А если вы потом рыпнетесь, сбрыкнетесь и скажете, Дружок, я хочу, чтобы у нас были здоровые отношения спустя полгода-год. Хочу, чтобы ты уважал мои желания. И они тоже реализовывались. Я имею на их право. А он вам скажет, дорогая, а ты заходила в отношения на каких условиях? Чуть-чуть ты раньше это не заботила. Соответственно, ты рот не открываешь, сидишь и не дергаешься. А если не нравится, встала и пошла. Все. Так вот, к вам вопрос. Вы как хотите вообще, чтобы ваши желания учитывались или нет? Вот этот человек не планирует учитывать ваше желание. Да, нарциссические моменты, 100% его поведение есть. Почему вам трудно сейчас от него уйти? Потому что вы уже под влиянием нарцисса, под его манипуляциями. Я вам скажу честно, вот это ощущение. Так я же вроде бы, у меня у вас внутри как будто бы эмоции, сострадание, эмпатия, эмоциональная часть к нему. Вам типа его почему-то жалко. Ну, потому что он давит проблемы с своими родителями. Он уже давно эту тропиночку к вам проложил. И второе, здравый смысл, где вы писали, я понимаю, как бы будущего нет, у меня желание вообще другое, вроде бы здравый смысл. Если у вас вопрос, какому плечу прислушиваться к здравому смыслу без эмоций, он сейчас манипулирует ощущениями, сопереживаниями, жалостью к себе для того, чтобы вы оставались. И что нарцисс делает? Использует людей для обработки своих желаний, потребностей. Он вас четко трясет и говорит, поднимай мою самооценку, хвали меня, восхищайся, люби. Вот это вся история. А окей, но у меня возникает как у психолога вопрос, чувак, а что ты в обмен отдаешь? Ты ее будешь хвалить? Ты будешь ей восхищаться? Нет, он этого не делает. Вы видите, что он вас забирает эмоционально? Вы сказали, в нем нет эмпатии, у него вообще нет сопереживания, а вам эмоционально не возвращается. Вам возвращается материально, как у его папы с мамой. Я тебе оплачиваю медицину, снимаю для нас квартиру, короче, вот это вот все, бла-бла-бла-бла-бла. Так вы за материальное замуж хотите выходить или за человека? Или за блага, которые он дает? И вот я скажу, сегодня у него есть эти блага, причем небольшие, как вы сказали, среднего уровня. А завтра, не джелая, но все равно, мы все под богом условно ходим или под судьбой. Упал кирпич на голову, и он инвалид. Руки, ноги не работают. Работать он не может, денег нет. И что у вас тогда получается? Я опять его жалею, страдаю, бросить не могу, он же теперь инвалид. Но человек, простите, говно, например. Я узнала его получше, он мною пользуется, мне не дает эмоции. Так давайте, может, изначально в это залазить не будем, и увидим человека таким, какой он есть. Надо выбирать себе партнера для отношений. Вообще, я считаю, что в 20 лет, мое личное мнение, выходить замуж очень рано. Учитывая, какие сейчас социальные нормы, какой прогресс в обществе и так далее. Мы не берем, что сейчас, например, в России правительство давит на то, что рожайте быстрее, женитесь, там, и все вот эта история. Оп, здрасте, да? Надо перед тем, как выходить замуж, рожать детей, думать, чем вы их кормить будете, на что вы их будете учить, и как вообще жить будете материально. Базу себе надо подготовить. Так вот, 20 лет это рано, это вообще без опыта, это ваши первые серьезные отношения 2,5 года, вам нужно больше опыта. Вы сейчас можете допустить важную ошибку, наступить на свои желания какие-то. Вы своих желаний вообще не знаете. Вы только с родителями живете, вам вообще нафига влазить вот в это что-то серьезное, совместная жизнь и брак. Ваша сила сейчас и ваш кайф в 20 лет, это ваша свобода. Насладитесь ей, дайте себе свободы, кайфаните от жизни. Выбирать профессию, какую я хочу, работать где я хочу, друзей с кем я хочу, встречаюсь с кем хочу, еду куда хочу, сама себя обеспечиваю, зарабатываю, карьеру, стремлюсь, все про желание. Вот позвольтесь это сделать. Вы даже это еще не попробовали. Вы на себе уже крест хотите поставить, тащить его на себе, на своем горбу, обрабатывать запросы какого-то нарцисса, чтобы ему хорошо было, его самооценки комфортно. Ну зафига, если вас родили, вообще воспитали родителей в учебе, чтобы на вас кто-то ездил, использовал вас, вам нечего там сразу, говорю, с ним обламываться, возмещаться вам, не будет, это нездоровые отношения, неравные. Вот и все. Выводы делайте, конечно же, сами. Я вообще считаю, скажу, мое личное мнение, выходить замуж нужно к 30. 28, 30 лет и попозже, чтобы у вас был опыт самостоятельной жизни, чтобы вы почувствовали кайф, вкус жизни. Я вообще считаю, на мой взгляд, самое крутое время свободное, когда ты не в отношениях, там, типа брак или там серьезные отношения, это когда ты закончил институт, начинаешь работать, ты свободен, тебя уже не контролируют родители, у тебя есть деньги, потому что ты их зарабатываешь, и ты сам принимаешь решение, куда ты едешь, что ты делаешь, с кем общаешься, с кем живешь, что слышишься и так далее. Ваша свобода закончится, когда вы родите детей или выйдете там замуж. Так кайфаните, дайте себе это право наслаждаться жизнью. Это вас сформирует здоровым, правильным человеком в правильном, в плане здоровой психики. Вы будете знать свои желания, опрыгая просто после института сразу в брак, у вас вообще там, где ваши желания, кстати, не учитываются, да, я к чему, вы вообще не знаете, что такое мои желания и что такое их реализовывать. Вы даже не почувствовали этой свободы, этого кайфа. У людей, просто как у вида, у нас есть уникальная возможность свободы. Вот свобода – это самое важное. Не позволяйте забирать у вас свободу, затыкать вам рот, не реализовывать свои желания. Не позволяйте. Это и есть самый смак, сок жизни. Из этих ошибок, проб и опыта у вас сложится ваш стержень человеческий, ваша база, с которой вы придёте в брак, родите детей. И на этом опыте, мудрости уже какой-то сформированной, будете воспитывать следующее поколение, вкладывать что-то своим детям. Вот и всё. Вот я это так вижу. Что вы думаете, кто посмотрел это видео, напишите в комментариях, девушки, ваши мысли по этому поводу. Мой взгляд точно вот такой. Я вам желаю успехов и вообще не бойтесь делать то, что вы хотите. Ваши награды всегда за это будут, ваше удовольствие. Не позволяйте страхам, страхам перемен управлять вами и вашей жизнью. Нет перемен, нет никакого развития. Мы стоим, топчемся на месте или вообще деградируем, откатываемся назад. То есть выбор за вами. Перемены, движ вперёд есть, но у меня всегда за это будет награда. Я всегда опыт какой-то получу. Я на какие-то другие мысли всегда пойду. Я что-то изменю. Никогда не стоим на месте. Всегда двигаемся только вперёд. Спасибо за ваши комментарии. Увидимся в следующих видео. В инфобоксе под видео моя почта. Вы можете также, как автор, написать ваше письмо. Я дам свои какие-то рекомендации. Если вам нужна индивидуальная психологическая консультация, психологическая моя, то напишите также на почту тема письма консультация. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.